Когда у меня родился младший братик, у мамы разошлись швы после кесарево сечения. Мне было 9 лет и мне пришлось самостоятельно обрабатывать эти раны. Для другого ребенка это могло бы стать травмой, но я получила толчок к своей цели и поступила в медицинский университет. Сегодня 8 лет моей врачебной практики, но я выбрала узкое направление и самое мое любимое это косметология. Я работала практикующим доктором в Киеве и мне трудно дался переезд в Херсон. Мне пришлось создавать доверительные отношения с клиентами с нуля. Но это не стало для меня сложностью, так как если делаешь свою работу хорошо, то вопрос востребованности доктора не актуален. Да, мое мнение иногда отличается от желания клиента. И я говорю это прямо, потому что на моем пути случались разные случаи. И анорексия. Девочка хотела убрать локальные жировые отложения. Но, естественно, моя рекомендация была посетить психолога. И другие вопросы. И я старалась девочек переубедить. Я не бросала их, но я пыталась донести то, чего им делать не нужно, ни при каких обстоятельствах. И вы знаете, я очень рада, что они меня услышали. И они до сих пор со мной. Они никуда от меня не ушли. Они мне поверили, доверились. Самое большое препятствие к походу к косметологу – это страхи. Зайдите на страничку в Инстаграм, посмотрите работы, посетите консультацию. Почувствуйте контакт. Если он есть, этот коннект, то и результат от вашей работы совместной будет очень крутой. Один из наиболее распространенных страхов – это боль. Боль во имя красоты – это другая боль. Это не боль во время болезни, это не боль во время операций. Поверьте, такая боль быстро забывается. И когда они видят свои счастливые лица в отражениях, они о боли даже не вспоминают. Боль во имя красоты – это красивая боль, назовем ее так. Сейчас все говорят о каких-то канонах красоты, хотят выглядеть, как девочка с обложки журнала. Встаньте возле зеркала, загляните себе в душу, посмотрите на свое отражение. И подумайте, какой вы хотите быть. Измените себя так, сделайте себя такой, чтобы вас любили не только окружающие, а и вы сами себя.